Я не знаю, что он имел в виду, так что я не... Это заявление возмутило многих израильтян. Я хочу знать, не согласна ли администрация с тем, что он сказал? Президент высказался очень чётко и, я думаю, очень убедительно о том, кто виноват в событиях 7 октября. Это Хамас, это не израильтяне, это не невинные израильтяне, которые были убиты по дороге на музыкальный фестиваль. Это был Хамас. При прежнем мировом порядке, о котором так тоскуют Байден, и которые он вознамерился пересобирать, союзники США в таких случаях всегда брали под козырьки. Но теперь даже некоторые члены НАТО отказываются воспринимать поплывшую картину американского мира, которую на ходу пытаются подмазывать в госдепе. Вот президент Эрдоган взял и отменил все визиты турецких официальных лиц в Израиль. Сам тоже не поедет. И Хамас террористической организацией Эрдоган не считает. Отсюда я взываю к Израилю и всему миру. Израиль, ты можешь считать Хамас террористической организацией. Запад вам многим обязан. Но Турция вам ничего не должна. Хамас – это группа муджахидов, которые борются за защиту своих земель. Вашингтон проиграет вместе с Тель-Авивом, поскольку он выступает против справедливости. Первым на Эрдогана накинулся вице-премьер Италии Сальвини. Он назвал его заявление отвратительным. Впрочем, сам турецкий лидер законструктив. Он предложил созвать международную конференцию по урегулированию конфликта между Израилем и группировкой Хамас. Анкара может выступить в роли гаранта прав палестинцев. Однако есть за пазухой и кнут. Приостановлен проект строительства морского газопровода между Турцией и Израилем в Средиземноморье. Западу все это может не нравиться, но Эрдоган хотя бы предлагает ему держаться в мирном русле. Альтернатива на кадрах, которые теперь каждую ночь приходят с Ближнего Востока.